Видите, вот такая деревянная тумба здесь стоит, на которую можно присесть, но мы ставим здесь чашки, кофе, хлеб и так далее. Интересные элементы. Дизайнерский уголок из другого материала вставленный делает мебель изящно. Вообще хорошая, интересная подборка обоев. С одной стороны три стены, дизайн серый стен, а с торца, со стены, которой представлена кровать двуспальная, здесь обои с орнаментом. Получается интересный дизайн. И видите, даже лампы здесь подобраны по стилистике обоев. Обычно, когда показываешь комнату, принято включать осветители, тогда наиболее правильно воспроизводится тот дух, который заложили архитекторы, помещение в это помещение. Есть у нас маленький столик. Здесь мы придумали, как завтракать. Пододвинули его к кровати, потому что кресло одно. Компоновка такая помещение, что здесь нет отдельного стола письменного для работы. Сейчас в этом нет необходимости. Я работаю с ноутбуком, сидя на диване. Или берем кресло и выносим его на балкон. Вот, посмотрите, у нас балкон выходит на улицу Дерибасовскую. Здесь у нас стоит камера. Мы сейчас будем записывать свое видео. Балкончики отеля Рибас выходят на улицу Дерибасовскую. Мы находимся в самом начале улицы, в том месте, где стоит знаменитый памятник Дерибасу-основателю Одессы. А в том направлении дальше та самая аллея Дерибасовская пешеходная зона, где вечером собираются все-все-все, без исключения приезжие в Одессу. За моей спиной, если здесь удалить зелень, будет видно море, недалеко морская зона, речпорт. Вот балкон такой, на котором мы можем присесть, отдохнуть, попить кофе. Внутри у нас симпатичный одесский дворик с четырех сторон, закрытый домами, жилыми домами. В одном месте люди вешают белье, в другом месте дети играют с животными. И по центру этого дворика стоит самый настоящий памятник. Памятник создателю-основателю Эсперанто. Удивительно, мы находимся в таком месте. Ну а внутрь заходим и покажем еще, что здесь интересного в нашем отеле. Продолжаем снимать. Давай двигаемся дальше. Дальше, смотрите, какие есть удобства здесь. Здесь вот у нас в шкафу дополнительные губкоблеск с дозатором силикона для чистки обуви. Это липкая лента, такая для удаления пыли и ворсинок с одежды. Мерная чашечка. Здесь сейф, в который можно сложить ценности. Ну а это холодильник-мини-бар. Мы часть находящихся в нем вещей выставили наверх, для того, чтобы можно было заполнить небольшой холодильничек. Положили туда те продукты, которыми пользуемся. Огурцы, помидоры и так далее. Здесь вот красивая тоже, я включу свет, композиция с графином. Внутри полочки с поршневым, как багажник автомобиля открывается, с поршневой опорой. И мне нравятся большие тарелки из такой псевдокерамики глины, которые можно помещать как в микроволновую печь, так и нагревать в духовке. Здесь маленькая микроволновка, в которой, в частности, мы делаем кашу. Электрический чайник. Предусмотрительно здесь расположен фейри. Несколько еще тарелок, которые можно поставить и использовать эту полку как сушильный шкаф. Ванная комната, душевую кабинку, нагреватель, на котором можно сушить белье. На полочке здесь расставлены наши туалетные принадлежности. Интересно в комплекте тех принадлежностей, которые входили в набор отеля. Вот такая вот миниатюрная зубная пласта. Обязательная вещь, нужная вещь, фен.